На прошлом занятии мы начали изучение одного из самых драматичных отрывков Торе, жертвоприношения Ицхака, Акидат Ицхак. Название, принятое в нашей литературе, это не совсем жертвоприношение, а именно Акидат, то есть наложение, как это переводит более поэтично, наложение пут на Ицхак. В конечном итоге понятно, что Авраам не принёс Ицхака в жертву, и Всевышний этого не хотел, не требовал, а всё, что успел сделать Авраам, это только наложить на него пут, связать его. Мы говорили, в общем, о смысле, о значении испытания, ведь всё это жертвоприношение было испытанием для Авраама, и мы говорили о том, для чего нужно испытание, зачем Всевышний, который знает всё наперёд, испытывает человека. А сейчас мы сосредоточимся уже на тексте детально, посмотрим здесь ещё целый ряд очень важных моментов, которые есть в самом тексте. Итак, начинаем сначала. И было. После этих событий Бог испытал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Было после этих событий. После каких событий? Этот вопрос задают уже наши мудрецы в Талмуде, приводят и Ураши, и другие комментаторы. И было после этих событий, или, если уж быть до конца точным, Баи, Ахара, Адварим, Аэля, может быть переведено не только как после событий, но и как после слов. Это важно, потому что достаточно трудно увидеть связь между предыдущими событиями и между жертвопоношениями Цхака. Поэтому наши мудрецы, многие из них, сосредотачиваются именно на втором значении слова «дворим», а именно слов. И было после слов. Каких тогда слов? Раши приводит здесь ответ мудрецов Талмуда и пишет так. Некоторые из наших мудрецов говорят после слов Сатана. Сатан, обвинитель, который обвинял и говорил из всей устроенной Аврамом трапезы, он не принес тебе в жертву ни одного тельца, ни одного барана. Аврам сделал такую большую трапезу, такой большой пир, пиршество в честь рождения своего сына Цхака. И по тексту мы не видим, что он принес какое-то жертвопоношение, какую-нибудь благодарственную жертву. Ничего этого нет. А что Всевышний ответил ему? Ведь все это он сделал только ради своего сына, а это не так. А если бы я ему сказал «принеси его в жертву мне», он бы не прикосновил. Другие говорят после этих слов, после слов Ишмаэля. Ишмаэль сын Аврама, брат Цхака по отцу, который хвастался перед Цхаком тем, что он был обрезан в 13 лет и не воспротивился тому. То есть, в отличие от Цхака, который был обрезан младенцем всего лишь восьми дней, Ишмаэль должен был принести эту операцию, малоприятную операцию. В 13 лет, в принципе, мог бы и убежать, и скрыться, и отказаться, но он не отказался. И в этом он видел свою заслугу, и этим он и хвастался перед младшим братом. На что ответил ему Цхак, ты хочешь смутить меня, говоря только об одном члене, если бы Ашем сказал мне «принеси себя мне в жертву», так я бы тоже не прикосновил. Итак, и было после этих слов Бог испытывал Аврама. То есть, если есть, как мы уже говорили, одно из значений испытания, если есть какие-то слова, если есть готовность что-то сделать, если есть готовность чем-то пожертвовать, то не исключено, что проверят и эту возможность в жизни и в реальности. Тогда приходит испытание. И сказал ему Аврам, и он сказал «вот я». И он сказал «прошу тебя, возьми своего сына, своего единственного, которого ты любишь, Цхака, и иди себе в землю моря, и там принесешь его мне в жертву на одной из гор, которую я тебе укажу». Прошу тебя, здесь это не приказ, Всевышний просит его. Почему просит, ведь испытание, по идее, должна быть заповедь, приказ, сделай так-то и так-то. Ответ наших мудрецов, Всевышний здесь просит Аврама «пожалуйста, после того, как ты выставил во всех остальных, в предыдущих испытаниях, я тебя прошу, пожалуйста, чтобы ты выставил в этом последнем, чтобы не сказали, что в предыдущих испытаниях не были настоящие испытания. Теперь последнее, самое тяжелое, самое трудное, пожалуйста, сделай это. И что же нужно сделать? Возьми своего сына, своего единственного, которого ты любишь, Цхака. Видно, здесь текст накручивает. Возьми своего сына. В принципе, можно было бы сказать просто «возьми Цхака и отведи его в землю моря на жертвоприношение». А, говорит Всевышний, не так. Начинай это издалека. Возьми своего сына, своего единственного, которого ты любишь. И только после этого – Цхака. Приближение. Еще на шаг, еще на шаг, еще на шаг. Почему это заинтересно так? Раши приводит здесь следующее объяснение. Здесь можно усмотреть и диалог. То есть, поначалу пришла просьба «возьми своего сына». Что Афрам ответил. А какого сына? Я их двое. Своего единственного. Опять же, он же свой единственный. Каждый, он единственный сам по себе. Каждый, он уникальный. Каждый единственный у своей матери. У Агари, Шмей, Сары, Цхак. Которого ты любишь? А Афрам снова ответил. Люблю обоих и того и другого. И только после этого сказано – Цхак. Почему же именно так? Почему не открыл ему с самого начала, что речь идет об Ицхаке? Одна из причин, которые Раши приводит. Для того, чтобы не ошеломить его внезапно. То есть, Всевышний здесь как бы подготавливает его, начиная издалека, 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 подводя постепенно, постепенно. Для того, чтобы это не обрушилось на него моментально. И только после того, как уже Афрам более или менее не приготовился, только после этого ему следует окончательная треба Ицхака. Другое объяснение. Для того, чтобы вознаградить его за каждое слово в отдельности. Так пишет Раши. Что значит вознаградить его за каждое слово в отдельности? То есть, на каждой из этих стадий Абрам выражал свое согласие и готовность. Возьми своего сына. Своего сына ты готов? Готов. А своего единственного. Тоже готов? Которого ты любишь? Готов. Ицхака. И иди себе в землю моря Я. Четвертое предношение не должно было быть принесено. В принципе, можно было бы потребовать, чтобы ты сделал прямо у себя дом. Нет. Нет дом. Иди себе в землю моря Я. Речь идет о том месте, в котором в дальнейшем будет построен Иерусалим. Более того, по традиции имеется в виду именно храмовая гора. И вот здесь храмовая гора в Иерусалиме называется гора Мурия. Почему вдруг Мурия? Откуда берется это название? И снова Раши. Он приводит здесь объяснение мудрецов, почему он называется Мурия. Во-первых, поскольку это место, откуда исходит наставление для всего еврейского народа. Здесь мы касаемся немного значения слов Тори. Мы прежде всего там, на храмовой горе, когда уже построен был храм, то там заседал Санедрин, то есть там заседал высший судебный орган в еврейском народе, который должен был, был ответственный прежде всего за конкретное объяснение, конкретную реализацию Аллахи, за конкретное объяснение и обучение Митсвот. Там устанавливалось конкретное значение каждого закона Торы. И вот слово Тора, которое все употребляют, мы все употребляем его постоянно, 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 на что назначает слово Тора? От какого слова оно производит? Самое простое значение слова Тора – это слово однокоренное, слово, которое известно людям, которое только начинает учить еврей, слово Муре, то есть учитель. Иными словами, Тора – это учение. Тора – хора-а, учение, Муре – учитель. Стало быть, гора Мурея – это то самое место, откуда учение исходит в еврейский народ. Это объяснение мудрецов. Онкелус, то есть перевод онкелуса-гера на арамейский язык, он дает другое объяснение. Связывает это название с воскурением в храме, где приносились не только жертвы, но и воскурение. Один из компонентов воскурения – это мор, то есть, как его называют в различных переводах Тора, мира, особое благовоние, которое использовалось в воскурении, ну и отсюда название Мурея. Если уже уточнять в тексте, то, наверное, неправильно было бы перевести «принеси его мне там в жертву», потому что буквально то, что сказано в Торе веалеушам, то есть вознеси его, вознеси его мне на одной из гор, которую я тебе укажу. Вознеси, вознеси, а что значит «вознеси»? Жертвопоношение, о котором чаще всего идет речь. Это «Ола», она так и называется, жертва, которая возносится. «Ола» имеется в виду жертва, которая возносится целиком, то есть там, где туши жертвенного животного сжигаются целиком и полностью, и никакие части его тела не съедаются. Но здесь значение, как говорит Раши, Всевышний с самого начала уточняет, он не сказал ему «не зарежь его, не принеси его в жертву», а «вознеси его». То есть уже в самой первой формулировке требования, которая была дана Аврааму, Всевышний уточняет здесь, что не было никакого желания заколоть, зарезать его. Имелось в виду только одно – чтобы он вознес его на жертву, на жертвенник, чтобы Ицхак, будучи вознесённым на жертвенник, получил бы уже статус жертвенного животного, а в тот момент, когда он получит этот статус, дальше он уже можно будет его спустить обратно. И так действительно и получилось, когда Всевышний сказал Аврааму после того, как Ицхак зашёл на жертвенник, зашёл, теперь ты можешь спустить его вниз. «И там принесёшь его мне в жертву на одну из гор, которую я тебе укажу». Трудно не увидеть здесь параллель. История Авраама, его первые шаги, которые Тора нам показывает, начинаются с исхода, с ухода Авраама из своего родного дома, когда он отправляется в землю Кнанскую. Правда Всевышний не говорит ему в землю Кнанскую, а что он говорит, а ты иди себе уходи из дома отца своего, отца и родни со своей стороны и иди в землю, которую я тебе укажу. Куда идём? Не знаю. Иди. А когда туда придёшь, вот тогда я тебе скажу, скажу да, прямо здесь. В принципе, Авраам повторяет сейчас почти тогда самые первые свои шаги, и он идёт сейчас. Ему дано общее направление, как он тогда тоже, в общем-то, понимал направление, в каком направлении нужно идти. Общее направление есть – в землю Мурья, а где? А это уже там тебе скажут. «И встал Авраам рано утром, оседлал своего осла, и взял с собой двух молодых людей и своего сына Ицхака, и наколол дров для всесожжения, и встал и пошёл к месту, о котором сказал ему Бог». Что это за молодые люди? Почему нужно брать с собой двух молодых людей? Ну, вообще, это достаточно сложно здесь перевести. «Молодые люди» – тоже перевод, который мне, мягко говоря, не очень нравится. Но слово, которое используется во всех остальных переводах, «отраки», от него вообще кадилом пахнет, совсем уже христианские такие ассоциации. Вообще, слово, употреблённое в оригинале «наар», оно действительно может быть понимаемо в двух значениях. Прежде всего, это возрастная группа, это человек молодой ещё, совсем ещё молодой даже, сегодня бы назвали «тинейджер», от слова «линаэр» – «встряхиваю», то есть человек, который ещё не определился, да, он такой вот его трясёт из стороны всток, а в другое значение этого слова – это тот, кто прислуживает. Этим словом, например, называется в Торе «Юушо бин-нун», который прислуживал Моше, он тоже называется «наар», хотя тогда ему было хорошо за 60 лет, т.е. он совсем-совсем был не тинейджерского возраста. Но человек, который вот так вот воспринимает себя как только служитель для другого человека, он и называется этим словом «наар». Стало быть, то, что здесь Аврам берёт с собой двух «наарим», слово, которое мы условно перевели, двух молодых людей, имеется в виду двух людей, которые им будут прислуживать, и действительно один из них был совсем не молодой. Один-то, кто это? Были два человека. Наши мудрецы говорят, один – это был сын Авраама, Ишмаэль, старший сын, ну, тоже был не самый молодой, т.е. сколько ему было тогда, если Ицхаку было 37 лет, то Ишмаэлю было на 13 лет больше, значит, ему тоже тогда было 50, не старый, но по тому времени уже тоже не молодой человек. А второй был ещё старше – это Эльезер, т.е. раб Авраама и наиболее приближённый к нему ученик, ученик, который уже стал обучать других людей. Ильезер из Дамаска. Вот этих двух близких к себе людей Авраам, простите, берёт с собой. Вопрос – зачем? Всё, что от него Всевышний попросил – это взять Ицхака, привезти его в землю муря для того, чтобы там возвести его на жертвенник. Зачем же ему ещё эти двое? Зачем он берёт с собой ещё самого близкого ученика и старшего сына? Ответ мудрецов простой. Ибо вообще-то человек важный, такой, как Авраам, человек, обладающий таким статусом, как Авраам, ему негоже выходить в путь, не имея с собой сопровождающих лиц. Человек подобного ранга и подобного статуса должен, когда он выходит в дорогу, с ним должны быть сопровождающие его люди, которые будут ему прислушивать. Но уж если так, тогда непонятно начало. И встал Авраам рано поутру, оседлал своего осла, а осла, извините, если он уж такой важный человек, что не имеет права выходить в путь без сопровождающих его лиц, и сопровождающих его лиц, могут тоже встать ранненько утром, поставить себе будильник на 6 утра и оседлать осла. Так, по идее, должно было бы быть, конечно, говорят мудрецы. Но здесь мы имеем случай с явлением, дважды оно повторяется в Торе, по крайней мере, а именно то, что называют мудрецы, а вам и калькелет – это шура. То есть, что любовь, там, где мы встречаем, по крайней мере, два проявления – любовь и ненависть, такие сильные движения души, как любовь и ненависть, они приводят к тому, что изменяется, нарушается заведенный порядок. То есть, там, где человек чего-то очень-очень хочет, им движет сильные, такие сильные чувства, как любовь или ненависть, то там, несмотря на то, что он уважаемый и важный человек, мы увидим, что он сам с удовольствием будет заниматься такой работой, как оседлать своего осла для того, чтобы ехать куда-то, куда его ведет либо любовь, либо ненависть. В данном случае с Авраамом вопрос любви, то есть, поскольку это требование Всевышнего, и Авраам подчиняется к нему из любви к Всевышнему, то поэтому, утром встав, мне ждет, пока кто-нибудь слуг это сделает, сам подходит к своему ослу, сам оседлал его, взял с собой двух молодых людей своего сына Ицхака и наколол дров для всесожжения. И здесь возникает вопрос, ведь в тот момент Авраам находится, происходит эта сцена в Хевроне, оттуда, точнее, даже в Бершеве, еще дальше, оттуда Авраам уйти до горы Мурия, это довольно долгий путь, зачем нужно вести с собой дрова, можно прийти на место. Там, на месте, наколоть дров – вот и все, для чего нужно вести с собой дрова, аж из Бершей. Причина, она вот какая – Авраам не собирается давать поблажки себе. Когда от нас требуется сделать что-то, чего мы в глубине души боимся сделать, не хотим это сделать, но мы понимаем, что это необходимо, то мы всегда обрадуемся какому-нибудь непреодолимому препятствию, когда мы сможем сказать – ну, я очень хотел, но что же я могу сделать? У меня не вышло, не получилось. Если от меня требуют, чтобы я позвонил кому-то, мне очень не хочется звонить. Я понимаю, что надо, хорошо, сдался, я ему звоню, и он не отвечает, или телефон занят, я звонил, ну что же я могу сделать, телефон занят. То же самое здесь, хорошо было бы, чтобы Авраам пришел туда, может быть, в землю Мурия, а он готов принести своего сына в жертву. Все уже готово, дров нету, вырубили все, пустыня, что же я могу сделать, я хотел, но у меня не получилось. Авраам не дает себе этой подважки, берет дрова с собой, все с собой, и встал, и пошел к месту, о котором сказал ему Бог. На третий день поднял Авраам глаза и увидел то место издалека, и здесь масса вопросов, понятно, прежде всего возникает вопрос, а Шилыч увидел то место издалека, если он должен был ему сказать, а мы не видим, что он ему сказал, видел, если бы это было место, о котором он раньше знал, что имеется в виду вот такое место, хорошо, этого нет, а как он увидел. Но еще более странно, на третий день, пути на осле из Бершевы в Иерусалим, но при всем желании не три дня пути, на осле можно это расстояние проделать куда быстрее. Как же Авраама заняло это около трех дней пути? Вывод он один, неизбежный, значит Авраам крутился вокруг да около, не то, что он шел по прямой и… Все эти дни пути, они были только углублением самого испытания. Когда человеку требуется сделать что-то очень трудное для него, очень тяжелое, человек может взять себя в руки и быстро это сделать. И чем быстрее он это сделает, тем для него легче, тем меньше борьбы с самим собой. Снова, вот этой поблажки Авраам не получает. У него очень много времени для того, чтобы для борьбы самим собой, несмотря на данные обещания, несмотря на принятые на себя обязательства и на то, что он готов, но при всей и при той готовности сейчас-то в пути, час за часом, час за часом, день за днём идёт, может идти внутренняя борьба. И именно так описывают это наши мидрецы. И в Медраше, в двух Медраше, и в Ялку-Шимонье, и в Шитраба. Это даётся в Танхуме. В Танхуме говорится так. «В пути настиг его сатан и предстал перед ним в образе старца». Иными словами, Авраам идёт по дороге с Ицхаком своими, провожающими его людьми, и попутчик. Весь попутчик, старый, благообразный человек, разговорились. Разговорились, и человек этот вдруг начинает задавать ему неприятные вопросы. «А куда ты идёшь?» Отвечает вам Авраам, молиться. Он говорит, старик, тот, кто идёт молиться, а зачем же он берёт с собой огонь, нож и дрова? Кто это видел, чтобы человек отправлялся в синагогу молиться и с собой ещё носил дрова? А вдруг придётся задержаться на день-два, так он будет зарезать скотину, испечь хлеб, и тогда мы в подход идём. Мы не знаем, сколько времени это потребует от нас. Может быть, день, может быть, два, может быть, три. Надо обеспечить себя. И несём всё обеспечение. Каждый раз Авраам уходит от прямого ответа на вопрос. «Старик, – сказал ему сатан, – разве же я не был там в ту минуту, когда Бог тебе сказал, возьми твоего сына?» Что ты не морочишь голову? Я не знаю, о чём речь идёт. Неужели такой человек, как ты, в старости пойдёт и погубит своего сына, который родился у тебя в возрасте 100 лет? Ещё один медраж в Ялку-Чимоне. «И там сатан говорит с ним, – старик, твой разум помутился. Сына, который родился у тебя в возрасте 100 лет, ты его ведёшь на заклание?» «Как можно?» «Да?» – отвечал Антон. «А если впереди будут ещё больше испытаний?» Мы сегодня знаем, что Окида, что жертвоприношение Ицкака было последним испытанием. Кто знает. Но тогда же ещё не ясно. А может быть, будут больше? Если уже сейчас ты находишься на пределе возможностей человека, а завтра он на тебя потребует ещё что-нибудь другое, тогда сможешь. И ещё больше был ответ. Если надо будет, значит, надо будет. «А завтра скажу тебе, ты убийца, и ты пролил его кровь». Самый страшный вопрос. После всего, после всего, что Авраам собирается сейчас делать? Убить своего сына. На следующий день после испытания он не будет чувствовать себя героем, который сумел. Он будет чувствовать себя убийцей. Дело даже не в том, что сын. Убийство. И всё же да, ответил тот. «Как понимать эти мидражи?» Сатан. От мудрецы. У Сатан. У Ейцарара. У Манахамавит. Разные слова, которые означают то же самое и сатан, и ангел смерти, и Ейцарара. – то есть, та сила в человеке, которая толкает его на неподчинение Всевышнему, человеческая слабость, человеческий эгоизм. То есть, весь этот диалог, безусловно, это диалог Авраама с самим собой. Когда-то давали общее правило, что при изучении текста мы говорим о нескольких уровнях его понимания. Есть Пшат, есть Драш, Ремис. Пшат отражает события так, как их бы увидел сторонний наблюдатель, как бы их запечатлела видеокамера, которая была бы установлена, что бы она увидела. Люди делают какие-то поступки и что-то говорят. Никогда при таком отображении невозможно понять, что люди при этом думают и что они при этом чувствуют. Они говорят. Вот значение. Следующий уровень – Драш. И это именно то, что мы сейчас прочитали. Это Мидраши, которые занимаются Драш. Они спускаются на этаж ниже. А именно, что человек думает, когда он что-то говорит или делает. И ещё глубже иногда, ещё глубже уровень, что он при этом чувствует. Ремис – это уже совсем вещи нерациональные, т.е. вещи, которые находятся уже в области подсознания, которые нам совсем-совсем уже не подвластны. Так, значит, то, что происходит здесь, то, что отражает здесь, отражается не конкретно. Если бы рядом со Врамом шёл сторонний наблюдатель или кто-нибудь его бы снимал бы на камеру, он бы увидел пожилого человека, который идёт со своим сыном, с двумя, ещё с двумя сопровождающими, который идёт и молча в раздумии направляется куда-то, куда он сам ещё не знает, куда идти. Больше ничего камера не уловила бы. А всё действие происходит в душе Абрама. Постоянно, постоянно всплывают вопросы. Ради этого-то он и идёт эти дни, Всевышний не показывает ему сразу. Тем самым испытание только усиливается, становится более сложным. Постоянно-постоянно возникают вопросы. Почему? Зачем? Как? Сын, который родился, сто лет он его ждал. В возрасте сто лет. Он столько времени ждал. И Всевышний обещал, что от этого сына он произведёт целый народ. Как это? Почему? Готов ли он на это? Готов ли он это выдержать? А что будет завтра? А если будет более тяжело? А если самое страшное, что он на следующий день проснётся с пониманием того, что он убил своего собственного сына? Все эти вопросы, возникает вот эта вот борьба, невероятная, невероятная, тяжёлая борьба, час за часом, день за днём. И сказано в конце, и было, на третий день… На третий день поднял Авраам глаза и увидел то место издалека. Что значит поднял он глаза? Ну, попробуем понять просто, примитивно. Да. Человек шёл и смотрел себе под ноги. Вдруг поднял глаза. О, вот как раз сюда мне и нужно. Значит, явно не так, потому что он ещё не знал, куда ему идти. Всевышний сказал, я тебе покажу. А тогда куда поднимать глаза? И почему думает, что он шёл, опустивши голову, смотря себе под ноги? Есть один очень интересный комментарий. Вот этими словами «поднять глаза» обозначается обычно обращение человека к Богу, когда он обращается к Нему за помощь. То есть, все эти три дня Авраам шёл, вся эта внутренняя борьба с самим собой продолжалась. Наконец, вот уже на третий день Авраам чувствует, что больше у него сил нет. И тогда он просит. Это поднятие глаз означает, что он просит Всевышнего – покажи уже это место. Где оно уже? И тогда Всевышний идёт ему навстречу и показывает это место. Как показывают это место? По традиции, говорят мудрецы, Авраам увидел гору, над которой было облако. А это традиционный признак присутствия Всевышнего, подобно облаку, который был в дальнейшем над Мешканом, над храмом в пустыне. То же самое он увидел здесь, понял вот это место. И сказал Авраам сопровождавшим его людям – оставайтесь здесь с ослом, а я и юноша пойдём туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Подождите здесь. Авраам не хочет брать их с собой. Ни в коем случае. Оставайтесь здесь. Более того, фраза сформулирована немножко обидно. Оставайтесь здесь с ослом. Тоже компания, они вдвоём и осёл. Оставайтесь здесь с ослом. Почему? Да потому что при всём при том, что Авраам понимает, что означает это испытание для него, и он готов на него. Но ему совершенно очевидно и ясно, что любой другой человек, который увидит это, ничего кроме осквернения имени Бога здесь не произойдёт. Он увидит здесь убийство, он увидит здесь кровавую жертву бессмысленную и варварскую. И речь идёт не просто о людях со стороны. Речь идёт о самых близких к Аврааму людях. Его самый близкий ученик Елеезов, который уже превратился к тому времени не только в ученика, но и в учителя, который преподавал учения Авраама другим людям. И его старший сын Ишмаев. При всём при том. Как бы они ни были близки, Авраам понимает, что они не способны понять происходящего. Это правильно оценить, из-за этого выйдет только Хелу-Ля-Шема, сквернение имени Бога. Поэтому оставайтесь здесь со словом. То есть на уровне непонимания того, что должно произойти, а не со словом здесь. Оставайтесь здесь со словом. А я и юноша пойдём туда и поклонимся. Официальная версия. Мы идём молиться, молиться и возвратимся к вам. И хотя понятно, что эти слова были сказаны для того, чтобы их успокоить, что мы придём и возвратимся, собирается им говорить, что в принципе должно быть. Но вместе с тем, как часто бывает здесь, эти слова оказались пророческими. Хотя Авраам не знал, что он вернётся, что они вернутся вдвоём, но словами так он и сказал. «И взял Авраам дрова для всесожжения, и нагрузил на своего сына Ицхака, и взял в руку огонь и нож, и пошли они оба вместе». Вместе. Идут они вместе, хотя на самом деле, пожалуй, что они идут очень по-разному. Ицхак на данный момент идёт молиться, идёт служить Богу. Всё достаточно радужно. Авраам идёт, зная, что он должен принести своего сына в жертву. Но если они идут вместе, это значит, что так же… Авраам шёл туда, шёл на гору с не меньшим желанием, чем шёл туда Ицхак. То есть здесь Тора сравнивает, здесь Тора приравняла Авраама к Ицхаку. Как Ицхак идёт? Он не тянет ноги, он не идёт туда с трудом, он идёт туда достаточно воодушевлённо. Так же идёт и Авраам, несмотря на то, что он понимает, что должно произойти. «И обратился Ицхак к своему отцу Аврааму и сказал отец, и тот сказал, вот я, сын мой. И он сказал, вот огонь и дрова, а где же ягнёнок для жертвы? И сказал Авраам, Бог усмотрит себе ягнёнка для жертвы, сын мой. И пошли они оба вместе». Снова повторяется та же сама фраза. «И пошли они оба вместе». Кольцевое построение. Только что оно означает? Если в первый раз Тора здесь приравняла Авраама к Ицхаку. Как Ицхак идёт с воодушевлением, так же и Авраам, хотя Авраам знает, что должно произойти. А здесь всё поменялось. Очевидно, что Ицхак понял намёк, который был ему сказан. Что говорит ему Авраам? Авраам уходит от прямого ответа. А где ягнёнок для жертвы? Бог присмотрит себе ягнёнка, сын мой. Понял Ицхак? Конечно, понял. «И несмотря на это, после этого сказано, и пошли они оба вместе». Как Ицхак, который понял сейчас, что он идёт в свой последний путь, что, в общем-то, он предназначен быть игнёнком, так же и Авраам. Интересно, что во всём этом отрывке навязчиво повторяются два слова. «И обратился Ицхак…» Мне написано «Я обратился Ицхак к Аврааму. Я обратился Ицхак к своему отцу Аврааму и сказал «Отец». И тот сказал «Вот я, сын мой». И тот сказал «Вот огонь и дрова, где же ягнёнок для жертвы?» И сказал «Авраам, Бог усмотрит себе ягнёнка для жертвы, сын мой». В двух предложениях два раза сказано «отец», два раза сказано «сын», «отец-сын», «отец-сын», «отец-сын». Весь мир остался в стороне «отец-сын», «отец-сын», «отец-сын». То есть не только что здесь обострилось больше всего отношение отца к своему любимому сыну, но и Авраам не старается отогнать его от себя. Человек, которому нужно чем-то пожертвовать, он должен с чем-то расстаться. Даже, скажем, с какой-то вещью, которая ему дорога, ему нужно с ней расстаться. Как человек психологически готовится к этому? Начинает себя убеждать, что без этого можно жить, не так страшно, не так это важно. Мы жили без этого, и дальше будем без этого жить. То есть человек перед тем, как с чем-то расстаться, он начинает расставаться с этим уже мысленно, психологически, воздвигая преграду, создавая дистанцию между собой, между тем, что нужно расстаться. Если так, то Авраам тоже должен был бы начать… Некоторое такое самоубеждение. Ну, сто лет прожили без сына. Дальше? Ничего подобного. Авраам не пытается ничего от себя отогнать. Наоборот. Все свои отцовские чувства и всю свою любовь к своему сыну он не только не пытается отогнать, наоборот. Он его постоянно подчеркивает. Сын мой, сын мой, сын мой. И пришли они на место, о котором сказал ему Бог. «И устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал своего сына Ицхака, и возложил его на жертвенник поверх дров. И протянул Авраам руку, и взял нож, чтобы зарезать своего сына. Но возвал к нему ангел Бога с небес, и сказал Авраам, Авраам, и тот сказал, вот я. И тот сказал, не заноси руки твои на юношу, и не делай ему ничего, ибо теперь я узнал, что ты боишься Бога, и не пожалел своего сына единственного ради меня». «Не заноси свою руку на юношу, и не делай ему ничего». Немножко тавтологиев, понятно, если не поднимай руку, так ничего ему и не делай, если ничего ему не делай, так, очевидно, не поднимай руку. Ну, не заноси руку, имеется в виду, чтобы не зарезало его, не дай Бог. А для чего после этого сказано еще раз и не делай ему ничего? Раши приводит здесь ответ наших мудрецов, которые говорят так. «Не поднимай руку, чтобы заколоть его. Сказал ему Авраам, а что же я сюда пришел напрасно? Тогда, может быть, я нанесу ему рану, чтобы хотя бы вытекло немного крови». И на это уже ангел сказал мне, нет, ему ничего не делали. А первый раз это прочитать, что сейчас Авраам говорит, в тот момент, когда ему сказали, не протягивай руки, ни в коем случае не нужно этого делать. Авраам говорит, что я зря сюда пришел, зря тащился три дня, хотя бы рану сделал, чтобы кровь хотя бы упустить. Что это означает? Имеется в виду вот что. Поскольку Авраам сейчас начинает понимать, что то, что ему было сказано, принести Эцхака в жертву, не имеется в виду конкретное жертвоприношение, а имеется в виду дать ему статус жертвенного животного. Так, чтобы еврейский народ, который произойдет в дальнейшем от него, унаследовал бы от него этот статус. Это для того, чтобы дать ему этот статус, он и хочет сделать какое-то минимальное действие. Хотя бы нанести ему хоть небольшое ранение для того, чтобы хотя бы проглялась немного крови. Подобно тому, как, скажем, человек, которому, скажем, к примеру, ему когда-то сделали обрезание по медицинским показаниям, а теперь он хочет выполнить эту заповедь, исполнение заповеди, а обрезание-то уже сделано. В этом случае делается атофат дамбрит. Ну, хотя бы, значит, наносится небольшой укол для того, чтобы хотя бы капля крови была пролита. То же самое здесь. Для того, чтобы дать Ицхаку статус жертвенного животного, о-ла, для этого Гуэтоврам хотя бы сделать ему небольшой надрез. На что и на это ему отвечает, и отвечает ему, ангел, не нужно этого делать, абсолютно. Совершенно-совершенно лишнее. Почему? Потому что все, что требовалось от него, это только возвести его на жертвенник. И с того момента, как он возведен на жертвенник, то он уже получил этот статус. Больше ничего не требуется сделать. Вознес его, привел его на жертвенник, а теперь может спускать его вниз. Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел своего Сына Единственного ради меня. И теперь я знаю. Ну и снова мы возвращаемся к вопросу, который обсуждался на предыдущем уроке, но хотя бы вкратце. Что значит теперь я знаю? А до этого Всевышний не знал? А ведь он же знает всё наперёд. Это что означают тогда эти слова? Ибо теперь я знаю. Вроде как раньше у него были сомнения, что я точно не знал, да или нет. А теперь уж я… Вот теперь да, точно знаю. Конечно нет. Всевышний знает всё наперёд. Но в том-то и смысл испытания, чтобы то, что известно наперёд, что человек на это способен, чтобы он это реализовал на деле. Ибо тогда человек, который выдержал это испытание, после того, как он выстрел в нём, это уже совсем-совсем другой человек. И вот это тоже сказано. Теперь я знаю, имеется в виду, знал-то я и раньше. Но вот теперь ты уже это реализовал на деле. Теперь ты реализовал и страх Божий, поскольку я и не пожалел своего сына, своего единственного ради меня. Может быть, сказать ещё здесь несколько слов более глубокое значение этого предложения. Но вот в чём. Авраам познал Бога как Творца всего мира, Который создал этот мир. Он начал свой путь с того, что он размышлял над природой и понял, что мир не может возникнуть сам по себе. Ему было понятно в результате его размышлений, что Всевышний создал мир не потому, что ему что-то от этого мира нужно, и ему никаких целей удовлетворять какие-то свои потребности путём создания мира Всевышний не удовлетворял. По одной простой причине – у него потребности нет. Он абсолютно цельный, он абсолютно совершенный, он ни в чём не нуждается. Значит, мир был актом исключительного милосердия, то, что называется, исключительной любви и полного альтруизма. Так познал Бога Авраам в проявлении вот этого качества хесед – любовь, альтруизм, милость. И в своей жизни он пытался реализовать прежде всего именно вот это качество. То, что нам показывает Тор, он всё время вовлечён в жизнь других людей, он заботится о других людях, он приглашает себе людей, попутников домой, он заботится о том, чтобы их накормить, напоить, как всё то, что было показано в начале недельного раздела ВМ. Это в действительности первый атрибут, который Всевышний реализует в создании и в управлении миром – хесед. То есть стремление давать, наделять. Оно само по себе ничем не ограничено. Любовь, наделение, не ограниченное ничем. Но есть ещё один атрибут. Это как раз ограничение. Называется он ещё «Медат-1», имеется в виду атрибут качества правосудия. «Медат-1» означает от слова «дай», «хватит», то есть ограничение. Вот «хватит», вот это «да», больше «нет». Не больше того. Почему это называется правосудие? А что ограничивает? Что заслужил? Что заслужил – получил. Не заслужил – не получил. В отличие от любви, которая не знает, что значит права, что значит заслуги, давать – значит давать, давать безграниченно, бесконечно. Здесь есть ограничение. Это с стороны Всевышнего. Когда у человека реализуется это качество, то у него это качество другое – это богобоязненность. То есть, когда человек ограничивает себя, в отличие от любви, которая является движением навстречу, то богобоязненность, страх Божий – это, наоборот, установление дистанции, когда человек ограничивает себя и говорит, нет, вот это непозволительно, вот это уже нельзя. Т.е. Авраам, который всю свою жизнь реализовал именно чувство любви, именно вот это стремление давать всем жить ради других, давать всем, но это чувство неограниченное, оно само по себе может иметь и отрицательные последствия. Ибо в тот момент, когда любит всех и безгранично, то такая любовь может быть чревата иногда и плохими последствиями. К примеру, когда любит, скажем, когда любовь, она и по отношению к кому-нибудь мерзавцу, который в состоянии – сделайте какие-нибудь гадости. То есть, очевидно, нужно эту любовь ограничить и не дать этому мерзавцу то, что ему хотелось бы получить. Вот здесь Авраам проходит испытание, поэтому для Авраама, для которой вся его натура, весь этот человек живёт ради других, живёт любовью к другим, то испытание он проходит прямо противоположным качеством – ограничением. Он должен здесь делать действие прямо противоположной любви. Он должен ограничить свою любовь не только к остальным людям, но к самому близкому себе человеку, к своему любимому сыну. Вот сейчас, когда он прошёл это испытание, теперь у него реализуются оба качества – и любовь, и хесед, и медатадин, и богобоязненность, и всё вместе исходит. Теперь уже нет между ними противоречия, и всё вместе исходит из одного высшего источника. «И поднял Авраам свои глаза и увидел сзади себя барана, запутавшегося рогами в кустарнике. Пошёл, взял барана и принёс его в жертву вместо своего сына». Жертвоприношение совершилось, но вместо него, вместо сына приносится животное – баран. По сути дела, это основа всех дальнейших жертвоприношений, которые повелела Тора приносить. Так объясняет это Рамбан в своём комментарии. Смысл жертвоприношения именно в этом, когда человек, понимая, что, в принципе, он всем своим существованием, он обязан Богу. Всё его существование, оно от него. И всё его существование, в принципе, не имеет никакого смысла и никакой основы без Всевышнего, который даёт ему это существование. И если он человек грешащий, то есть он человек, который совершает что-то противоположное воле Всевышнего, а это бывает с нами, к сожалению, довольно часто, то тогда никаких прав на существование больше у него нет. В принципе, он должен был быть отправлен на заклание, но Всевышний вместо этого принимает у него жертву, которая является искуплением человеку за его грехи. Основа того, что можно зарезать животное, которое пойдёт в жертву вместо человека, оно именно отсюда, из того, что Аврааму было здесь дано принести в жертву барана, который запутался врагами в кустарнике. Понятно, что произошло. Такие вещи случайно не бывают. Совершенно случайно заранее был здесь приготовлен этот самый баран, который совершенно случайно и вовремя запутался врагами в кустарнике, и пошёл и взял барана и принёс его в жертву вместо своего сына. И дал Авраам имя тому месту Господь усмотрит. «Поэтому и по сей день его называют на горе Божьей предстаницы». Достаточно трудно понять этот пособ, в особенности в переводе. Что он означает? «Беа Рашем и Раэ». Эту гору называет Авраам. Бог увидит, Бог узрит. Пшат здесь, говорит Раший. Если простое значение, то есть не пытаясь понять это буквально, а понимая это просто метафорически, мы это получаем значение в арамейском переводе Онкелуса. То есть, Господь, так как Авраам, когда он шёл на гору вместе с Цхаком, ответил на вопрос Цхака, «А где же ягнёнок для жертвоприношения?» – ответил Авраам. «Бог присмотрит себе, усмотрит себе ягнёнка. Точно так же Господь изберёт и усмотрит для себя это место, чтобы здесь пребывать. Здесь будет его шхена, здесь будет его храм. Значит, вот это самое место, Бог его там, где совершилось жертвоприношение Цхака, это место Бог присмотрит себе и устроит там храм, где он и будет пребывать, где ему будут приносить жертвоприношения. И тогда продолжение, как говорится и по сегодняшний день, т.е. те грядущие поколения будут в дальнейшем говорить, что вот на этой самой горе Всевышний проявляет себя своему народу. Это простое значение текста, не буквальное, тогда мы его понимаем метафорически. Бог смотрит, презрит себе это место, чтобы устроить на нём храм. Амидраж. Т.е. если мы будем понимать здесь каждое слово буквально, что Всевышний увидит это, что Он увидит, то, что здесь произошло. Да, Рашин, то, что здесь произошло, то, как я связал своего сына и был готов его принести в жертву для того, чтобы даровать прощение дальнейшим сынам Израиля из года в год и спасать их от бедствия. И тогда продолжение стиха, тогда и по сей день, т.е. во пусть будет виден, пусть предстанет перед Всевышним пепел Ицхака, т.е. то, что я готов был принести в жертву своего сына, то, что мой сын готов был принести себя в жертву. И вот это вот видение, оно и представит собой искупление для еврейского народа, оно и представит собой основу для его спасения и его существования. И в действительности каждый год в Роша Шана, когда в день суда, когда решается судьба еврейского народа из года в год, то отрывок Торы, который мы повторяем и зачитываем в Торе в этот день, это именно жертвоприношение Ицхака, ибо это и есть основа всего нашего существования. Та заслуга Авраама, она до сих пор как бы видна на горе Мурья, и она представляет собой залог нашего существования. Так говорит и Талмуд, что в будущем, когда еврейский народ согрешит, Всевышний отправится к нашим прадцам, чтобы они сумели оправдать еврейский народ. И скажет Бог Аврааму, что твои сыны согрешили. А что ответит ему Аврааму, если согрешили, значит, пусть умрут, что же делать. Обратится он к нашему прадцу, к Якову, скажет тоже, смотри, твои сыны согрешили. Что же делать, согрешили, согрешили. Тогда Всевышний обратится к Ицхаку, скажет ему, твои сыны согрешили. Ответит ему Ицхак. Вообще согрешили. Сколько же времени человек грешит? Вообще полжизни, треть жизни он спит. Остальное время он занимается еще всякими делами. Сколько же у него остается на грех? Не так уж много. Да и кроме того, что это значит вообще, что значит твои сыны? Они что, только мои? Они вроде как не твои? И после всего, и после всего. Если все-таки еще остаются претензии, я же принес себя в жертву ради тебя. Ицхак – это единственный человек, который может, что называется, стукнуть по столу и сказать, это не просьба о милосердии, это как требование. Почему их прости? Они мои дети, они мои потомки, а я себя в жертву принесу? Получается, Ицхак – он тот, который может потребовать прощения еврейского народа. В варшавском гетто был один очень удивительный человек, Абеклойнимус Шапир, автор книги «Хвата талмидим». Он на протяжении пока гетто не было уничтожено, он очень много сделал для того, чтобы поддерживать дух в людях, прежде всего, в его хасидах, близких к нему людям. Почти каждую субботу, а уж тем более по праздникам, он обращался к людям, которые приходили в его синагогу с Драшот, говорил Деврей и Тура, и их он к тому уже и записан. Записывал все это аккуратно в тетрадку. Затем, перед последней акцией, когда уже и его взяли и отвезли его в концлагерь «Травники», где он и погиб, он спрятал эту свою тетрадь в бидоне из-под молока, и уже после того, как гетто было полностью разрушено, когда в Варшаве начали строить новые дома на территории гетто. Сегодня человек, который входит по Варшаве по территории гетто, он никак не увидел, что там было гетто, кроме одного только памятника на Умшлацплаг, там где собирали народ на акции, а так стоят дома, хрущобы такие, пятиэтажки, ничего не видно. Так вот, когда копали там для того, чтобы строить в 50-х годах эти дома, то наткнулись на этот бидон, наткнулись на бидон, отдали его в какой-то музей и в дальнейшем, кажется, в 57-м году, нет, уже в начале 60-х годов. Шалих, который работал тогда в Варшаве, Дувдеване, ему показали этот бидон, и там он нашел вот эти записи об эклонимуса Шапира. «Ребе из пьясетсны». В одной из драшот на Рошишана «Ребе из пьясетсны» об эклонимуса Шапира он процитировал это место из Талмуда, обращаясь к своему, к народу, который был тогда рядом с ним, спросил, сказал «Я ни одного не понимаю. Если Ицхак может стукнуть по столу и сказать «Ведь я же принес себя в жертву перед тобой», то чего он ждет? Если сейчас нас убивают сотнями, тысячами, ни за что, когда вокруг все горит, чего же Ицхак ждет? Почему он сейчас не может стукнуть по столу? 1942 год шел тогда. Ответил рабе из пьясетсны, действительно, заслуга Ицхака колоссальная. Он был готов принести себя в жертву. Готов. Но все-таки в жертву он себя не принес, Всевышний этого не допустил. Значит, со стороны Ицхака было только желание, только воля. Была готовность принести себя в жертву. С тех пор прошло много лет. Мы постоянно приносим жертву. С тех пор евреев постоянно убивают всегда. Нельзя сказать, что мы этого хотим. Нельзя сказать, что мы этому рады. Нельзя сказать, что мы это делаем по своей воле. По нашей воле, если бы нас протили, мы бы отказались. Значит, получается, что со стороны Ицхака было желание, была воля, была готовность. Но на деле он ничего не сделал. С нашей стороны мы умираем на деле каждый день. Но у нас не хватает желания. Мы на это не готовы. Мы это делаем не по своей воле. Когда жертвы всего еврейского народа, приносимые против своей воли, объединятся вместе все до конца с желанием Ицхака, с его волей, на то, что он был готов это сделать добровольно, вот тогда вместе целиком будет одно целое жертвоприношение. И вот оно тогда-то и приведет на шеяха. Это то, что сказал Ребис Пьесецни в 1942 году, за год приблизительно до своей смерти. Ребис Пьесец.